Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. И вначале о весьма значимом событии. 26 марта в Дубне ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев подписали договор о создании кафедры ядерно-физического материаловедения с целью подготовки кадров и проведения научных исследований в области фундаментальных, прикладных и инженерных наук на основе интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных ресурсов. Сотрудничество двух научных заведений из разных регионов страны не будет ограничиваться только исследованиями в области физики. Возможности взаимодействия очень широки. Объединенный Институт ядерных исследований может представить экологам Казанского университета свои наработки в области анализа загрязнений воздуха, воды, биомониторинга окружающей среды. Студенты-журналисты будут иметь возможность проходить практику в Объединенном институте ядерных исследований с последующим размещением журналистских работ на сайте Казанского федерального университета и телеканале Юнивер ТВ. В рамках совместной магистрской программы студенты КФУ будут иметь возможность выполнять экспериментальную работу непосредственно на оборудовании Объединенного Института ядерных исследований. Кроме того, студенты КФУ смогут принять участие в работе летних научных школ, организуемых Институтом ядерных исследований. В последние недели ряд федеральных средств массовой информации с тревогой писали о качестве не столько даже выпускников, а именно тех, кто поступает на медицинские направления в УЗИ страны. Все это продолжение большой дискуссии о том, что и кто будет представлять нашу медицину, здравоохранение через 10-15 лет. Не секрет, что легендарное поколение наших медиков в силу возраста потихоньку отходит от активной деятельности. И на фоне мощной технологической модернизации отечественного здравоохранения все острее встает в вопрос о кадрах, которым предстоит работать с этим сложнейшим оборудованием и продолжать легендарные медицинские школы страны. Тревога обоснована. Об этом в КФУ совсем недавно подробно говорили на специальном ток-шоу о качестве медицинского образования. Но в то же время заметно и то, что то ли взапали конкурентные борьбы, то ли по недомыслию в средствах массовой информации стали просачиваться не вполне достоверные цифры о требованиях, которые предъявляются абитуриентам при поступлении на медицинские направления. Иные даже утверждают, что где попасть в медицинские вузы можно с очень небольшими баллами, а значит и с весьма ограниченными знаниями. И тут уже требуется реагировать. Ни у кого не должно быть иллюзии, что не только учиться и дойти до заветных дипломов в медицине тяжело и непросто, но и поступить на обучение. Задача не из легких. Так в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ входной порог на лечебное дело выше 88 баллов. Высочайший и совсем не для средняков по знаниям. Наши корреспонденты побывали в Институте фундаментальной медицины Казанского федерального университета, которому, к слову, исполнилось 4 года и выяснили, сколь строго и ответственно подходят там к подготовке будущих служителей клятвы Гиппократа. В 2013 году в Казанском федеральном университете на базе биологического факультета был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Помимо теоретических знаний, студенты здесь получают практико-ориентированное образование. У КФУ свой собственный симуляционный центр, в котором можно отрабатывать абсолютно все медицинские навыки, начиная от лапароскопии и заканчивая навыками вождения кареты скорой помощи. До того, как подойти к больному, будущий врач отрабатывает все самые мелкие мануальные навыки на симуляторах. Они имеют свою отчетность. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, чтобы продемонстрировать свои умения наглядно. Вот 4 таких специальных тренажера, то есть у них есть пульс, давление, дыхание, у них зрачки реагируют на свет и так далее. То есть они практически полностью, они даже разговаривать могут. И на них можно задавать какой-то, условно говоря, диагноз, какую-то болезнь моделировать, то есть преподаватель задает. И у него проявления этой болезни возникают. И, соответственно, студенты, они должны поставить диагноз и сделать какие-то манипуляции, назначения. И он реагирует. КФУ уникален тем, что практически единственный из УЗов России имеет свою клинику. Это не клиническая база, где располагаются кафедры. Клиника КФУ – это огромная больница на 840 коечных мест, расположенная рядом с кампусом Института фундаментальной медицины и биологии. Казанский университет использует свою программу подготовки врачей, созданную по международным стандартам. Ее уникальность в том, что каждый студент медицинского направления обязан выполнить не обычную, а научную курсовую работу. В отличие от других медицинских университетов, КФУ готовит не просто врачей, а врачей-исследователей и ученых. Научно-исследовательская работа проводится в рамках двух основных научных направлений – биомедицины и фармацевтика и молекулярно-генетические основы функционирования живых систем. КФУ готовит настоящих специалистов и учиться здесь очень сложно, поэтому средний балл для поступления на специальность лечебное дело составляет 88,33 балла и занимает лидирующее место в рейтинге вузов России. Мы понимаем, что в медицинском образовании качество – это очень важно, потому что наш выпускник, и это, в общем-то, то, ради чего мы здесь начинали медицинское образование, вернее, его возродили после 83-х лет перерыва, то, что мы должны быть уверены, что наш выпускник будет врач настоящий, врач, что называется, ответственный, знающий, квалифицированный, который при необходимости сможет оказать ту помощь, на которую рассчитывает больной, которую он должен оказать. То есть здесь качество решает все. Наши студенты учатся не для того, чтобы сдать сессию, а для того, чтобы в какой-то момент стать единственной преградой между больным и могилой. Помимо медиков, в УФМИБе учатся биологи и физики. Для них подготовлены специальные программы по биофизике и медицинской кибернетике. Таким образом, благодаря постоянным практическим занятиям в симуляционном центре, получить максимально качественное медицинское образование возможно именно в КФУ. На площадке Казанского Федерального Университета на минувшей неделе прошел большой разговор об актуальных вопросах развития татарского мира. Фрагментарно он не прекращается. Ведутся весьма бурные, нелишенные эмоции, даже интриг, дискуссии. Но вот системно, в деталях, последовательно и на постоянной основе вести полемику с выходом на конструктивные решения, пока не совсем и не всем удается. Казанский Федеральный Университет как раз может и готов стать такой площадкой и ведущей базой для всех, кто неравнодушен к сохранению и приумножению национального самосознания во всех его проявлениях. Первый разговор получился очень многоаспектным, сложным, но важным. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Казанском Федеральном Университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Тема дискуссия – стратегия развития татар и сохранения татарской культуры. Обсудить будущее национального сообщества прибыли общественные деятели республики, татарские ученые, политики, писатели и журналисты. Одной из главных стала тема развития национального образования. Для привлечения к родному языку и культуре с раннего детства было предложено создание элитного татарского лицея. Сохранение языка, культуры всегда это важно. Я думаю, на современном этапе, на этапе глобализации, сохранение народов, национальных языков является важным вопросом для всей страны. На проблему обратили внимание не только активные граждане Татарстана, но и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Для них велась прямая трансляция мероприятия. Как отмечают организаторы, мероприятие станет регулярным. Следующая встреча пройдет 19 апреля. Думаю, что мы в нашей студии еще будем тоже более детально вас знакомить с предложениями и идеями, что рождаются в ходе дискуссий о будущем татарского мира. К слову, в минувшие дни Казанский федеральный университет стал площадкой для большого числа общественно значимых дискуссий, в которых принимали участие и политики, и общественные деятели, и научные эксперты, практики, а самое важное – молодежь, студенчество. В этом контексте самое время представить вам традиционное для нашего информационно-аналитического шоу – обзор из шоурума Казанского федерального университета. Остановлюсь на трех событиях. Встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Сидякина со студентами-политологами, где главным стало обсуждение студенческих проблем. Второе, на что хочу обратить ваше внимание в нашем обзоре, это политические бои молодежи, что всю неделю проходили в шоуруме в рамках большого проекта «Политзавод». Вот здесь весь спектр проблем, как обсуждение, был широчайший. От вопроса, что подбрасывает нам революция 4.0, до необходимости или отсутствия таковой цензуры в средствах массовой информации. От защиты подростков от группы смерти в социальных сетях до будущего высшего образования, концепции комфортного города и бедах местного самоуправления. Такие батлы, да еще и открытые под телекамеры и прямую трансляцию в республике – явление новое, но, полагаю, весьма востребованное и перспективное. А главное, что все мысли сырые и очень глубокие звучат из уст собственной молодежи. Смотрите сами, как это было. 28 марта в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 6 и 7 созыва от Республики Татарстан заместителя председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сидякина со студентами-политологами КФУ. Стоит отметить, что подобные встречи со студентами Казани Сидякин проводит регулярно, однако цель таких встреч всегда остается неизменной. Цель всегда понять, какие есть у студенчества проблемы, потому что аудитория же наша и наши избиратели – это люди разных возрастов, разных профессий. Для того, чтобы более репрезентативно смотреть на телевидные вопросы, надо общаться, мне кажется, с любыми аудиториями. И вот такая студенческая аудитория – это абсолютное тому подтверждение. Также депутат отметил, что современное общество становится более зрелым, готовым к принятию конкретных решений и активному участию в жизни страны. Вы знаете, это политологи же, это люди, которых интересует современное освещение вопросов внутренней и внешней политики, позиционирование в современном пространстве, самореализация. Живой интерес аудитории вызвали законопроекты депутата. Его работа в регионе, позиция в отношении резонансных законопроектов, одним из инициаторов которых стал сам Сидякин, а также все то, что сделано за последнее время для улучшения качества высшего образования. Работников, которые занимаются со студентами, профессорско-преподевательского состава, это серьезное обновление общежитий, это формирование новых центров для занятий спортом после универсиады, все это очевидно. Получив ответы на самые любопытные вопросы, студенты наглядно убедились, почему Татарстан продолжает претендовать на звание третьей столицы. По словам Александра Сидякина, республика создала отличные условия для обеспечения высокого качества жизни для интеллектуальной элиты. Эрик Айдарьевич. Ну, на самом деле, тема та, которой занимается, наверное, СМИ. Буквально недавно у нас как раз в Думе прошли парламентские слушания о работе соотечественников. И три темы, которые были разбиты, это гражданство, это молодежь, которая здесь присутствует, это СМИ. И знаете, ну, действительно, я бы хотел согласиться, те предложения, которые я бы сегодня здесь от вас мог бы услышать, действительно, они будут рассмотрены в нашем комитете, в нашем экспертном совете по гражданству. Так что, молодежь, ни в коем случае, чтобы у вас не было такого пассимизма, когда вы говорите, от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать. От вас все зависит. Вы наше будущее, вы должны дерзать. Мне кажется, мы точно будем дерзать и набравим свои предложения. Да, спасибо большое, ребята. Действительно, дискуссия сегодня была очень жаркая. Действительно, каждый политбой, который организовывает Яна, это действительно настоящее шоу. Все большие молодцы. Я вас всех поздравляю с результатом. У кого сегодня что-то там не получилось, кто-то там дальше не прошел, конечно, не расстраивайтесь. Это просто лишняя мотивация поработать над собой. Чтобы действительно выступать на такие разные темы, конечно, нужно было дать большой эрудицией, много читать, интересоваться этим. Потому что профессиональный политик должен моментально реагировать на все эти проблемы, быть в курсе всего. Это действительно сложная работа. Но раз уж вы вступили на этот путь, то с него нельзя сворачивать, а идти только вперед. А в этом политические бои вам как раз и помогут. Благодарим вас. Аплодисменты. А в минувший вторник мастер-классы провели в Казанском федеральном университете сразу две звезды телевидения. Легенда нашего ТВ, заслуженная артистка России Илья Загидулина и любимица казанской телеаудитории, обладатель телевизионного Оскара страны премии ТЭФИ, а ныне одна из самых известных специалистов области пиар Айгуль Мирзаянова. Смотрите сами. Чтобы быть хорошим пиарщиком, надо быть и прекрасным журналистом. Тогда они смогут найти и продвинуть ту новость, которая будет интересна всем. Об этом рассказал руководитель пиар-службы Нефизгрупп Айгуль Мирзаянова в рамках мастер-класса в Высшей школе журналистики КФУ. По ее словам, хоть и пиар-отделы часто конфликтуют с редакцией новостей, они должны быть в дружеских отношениях. Ведь именно пиар-служба поставляет эксклюзивную информацию. Кроме этого, спикер затронул тему отличия пиара от рекламы. Профессия имеет такие колоссальные тонкости, которые вот как раз и отличают информацию, которую вас возьмут бесплатно от информации, которую надо пускать только за деньги. Вторым спикером была начальник службы национального вещания ГТРК Татарстан и заслуженная артистка России Лея Загидулина. По ее мнению, карьерная лестница – это не должности, а профессионализм. Необходимо постоянно оттачивать свои навыки, обучаться и читать полезную литературу. К выходу в эфир надо относиться очень ответственно и всегда должно присутствовать творческое волнение. Они сидели постоянно, шевелили свои мозги, придумывали что-то кроме этого. И действительно, каждый из них, вся эта группа, я очень счастлива, что я скромно помогла им укрепиться в этой нашей прекрасной профессии журналистов. Благодаря мастер-классам студенты получают много знаний не только о телевидении, но и связи с общественностью. И еще одна тема, что становится весьма, весьма важной для молодых, активных именно с приближением лета. Некогда мощное движение студенческих трудовых отрядов в последние годы вновь начинает набирать обороты. Надо сказать, что за этой темой стоит масса нюансов, которые могут способствовать не только решению задач, что или иной области руками и знаниями студентов. Но и остановить многие негативные явления на рынке труда, с которыми все чаще, увы, сталкиваются сегодня молодые. Тема объемная. И сегодня мы начнем, что называется, медленно, но уверенно в нее погружаться. И поможет нам в этом наш гость. И я представляю гостя нашей программы. Это командир штаба студенческих отрядов Казанского федерального университета, Антон Сергеевич Мазильников. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем, что называется, с начала, простите за тавтологию, в чем суть сегодня работы штаба, какие цели, задачи он ставит на нынешнем этапе своей деятельности, и какие приоритеты сегодня в его деятельности вы хотели бы обозначить и донести, что называется, до массового зрителя. Ну, я начну с простого определения, чтобы вести в курс дела. Штаб студенческих отрядов – это добровольное, не политическое, а общественное объединение. Главной задачей является раскрыть в человеке не только как специалиста его, а также как личность. Вот. На данный момент мы производим набор. Набор кандидатов в отряды. Вот. Прошла уже первая волна агитационной кампании, она завершится как раз в эту пятницу. Также пройдет вторая волна агитации на следующей неделе. Мы проводим агитационные собрания в зданиях учебных Казанского федерального университета, а также нацелены в основном на деревни универсиады, где проживает огромное количество студентов младших курсов. Вот. Далее мы будем производить отбор. Это будет происходить посредством различных мероприятий. Также мы будем выполнять различные соцобъекты и социальные объекты. Вот что пугает в слове «отбор»? Вот ребята хотят в стройотряд. Ну, студенческий отряд. Вот, кстати, по поводу стройотряд – это традиционная наша ошибка. Я сейчас еще у вас уточню. Вот хотят в студенческий отряд такой. Вы говорите слово «отбор». Вот это немножко пугает и напрягает, а вдруг не отберут. Вот какие критерии отбора? Что это вот… и что делать тем, кто не пройдет этот отбор? Они очень хотят. Пугаться не стоит. Отбор – это некая формальность. Мы должны быть уверены, что на вас можно просто положиться. Я более чем уверен, что все студенты Казанского федерального университета – нормальные, адекватные личности. Вот. Отбор заключается в следующем. Это систематическое посещение мероприятий, выполнение наших, так скажем, маленьких заданий. Мы стараемся обустроить всех. На данный момент наша основная задача на этот год – набрать как можно больше студентов в студенческие отряды. А какие вот эти отряды? На данный момент мы реализуем, возобновляем, так можно сказать, три классических направления. Студенческие и строительные отряды. Ребята там работают на крупных стройках страны. И в основном на севере. То есть это выше Кирова и даже за Полярным кругом. Вот. Возможно. Вот. Студенческие и педагогические отряды. Это ребята, которые работают с детьми в детских оздоровительных лагерях. Они могут стать там вожатыми или либо воспитателями. Работают они, у них есть возможность поработать в Анапе в этом году, а также в Республике Татарстан. Студенческие отряды проводников. Это те ребята, которые будут работать с бортпроводниками на пассажирских линиях на железных дорогах. Вот. Направление скорее у них будет базироваться. Они будут в Санкт-Петербурге в этом году. А направление возможно вплоть от Адлера до Воркуты и далее. Вот. И стоит отметить, что это уникальная возможность, не имея денег, попутешествовать по России. Вот. И при этом хорошо заработать. Безусловно, есть различия. Есть, так скажем, районные коэффициенты. Допустим, если проводник ездит в основном в северные направления, там уже учитывается районный коэффициент, и у них зарплата повыше. Вот. У педагогов немножко другая система. Они получают денежную плату не за месяц, а за смену. Это 21 день. Плюс, возможно, премиальный, если хорошо ребята себя проявят. У строительных отрядов совсем другая тематика. У них скорее идет оплата за выполненные объемы. То есть, все буквально в руках студентов. Мы лишь обещаем минимальную ставку. То есть, как минимум, они заработают эти деньги. А вот максимум они уже должны определить для себя сами. А вот конкурс в какой из отрядов наиболее высокий? Или пока еще вы не делали аналогов? По нашей статистике, мы вчера только обсуждали это, большинство студентов выбирают студенческие отряды проводников. И, в принципе, я их понимаю, потому что это возможность поперек изучить Россию. Проехаться на поезде, посмотреть, как меняются климатические зоны, увидеть всю матушку Россию воочию. Я еще видел в вашей презентационной продукции. Там про медицинский отряд был указан. Есть такой? На данный момент есть. Сформирован отряд, подтвержден в деканате. Нам очень помог с этим Шулаев Николаевич Славович. Это заместитель директора по социально-воспитательной работе Института фундаментальной медицины и биологии. На данный момент выбран командир, и сейчас мы производим корректировки. А они где будут работать? Они будут работать, у них целина будет проходить как практика, потому что длится она у них около месяца. Вдобавок, если они будут работать как отряд, это будет сплоченность в первую очередь. То есть они будут знать, что вот за мной стоит командир, если надо, он мне поможет в каких-либо-то вопросах. Теперь давайте вот такой скептический тезис, попробуем опровергнуть или задумаемся на это. Часть людей будет рваться к вам в отряды, часть не попадет, который хочет по каким-то причинам, может быть, другой выберет, а может быть, отойдет в сторону. А часть скажет, зачем мне все это? И пойдет куда-нибудь трудоустроиться временно, без всяких формальностей, без оформления трудовых отношений, что очень много и активно эксплуатируется, в том числе и в нашем городе, к сожалению, молодежный труд без оформления трудовых отношений практикуется повсеместно, увы. Вот что вы можете сказать этим? Но зато наличкой быстро, хорошо расплачивается, и работа, как правило, там не пыльная. В первую очередь хочется сказать, что трудоустройство у нас официальное по любому направлению. То есть будут все записи в трудовых книжках, все будет идти в стаж студенту. Это очень важно, и это очень хорошо на самом деле. Например, у моего бывшего командира, когда я был еще в отряде строительном, уже стоит три, так скажем, надписи в трудовой книжке. Это шесть месяцев, а с учетом районных, так скажем, поблажек, это приравнивается к году. И это очень хорошо, когда ты заканчиваешь университет, у тебя уже есть опыт работы. Это очень ценится. Конечно, мы допускаем то, что наш охват не будет, так скажем, на три четверти, допустим, от общего количества студентов. Но мы надеемся на что? Сейчас мы прикладываем все усилия. У нас есть четкая база работодателей, то есть все три направления мы можем устроить спокойно, работать. И, как я говорил, мы хотим устроить всех желающих. Мы заинтересованы в создании новых отрядов по каждому направлению. Тех ребят, которых мы не сможем привлечь, мы надеемся, так скажем, на сарафанное радио, когда вот этот первый поток съездит и приедет и расскажет им, как на самом деле здорово им было этим летом. Вот, Антон, вы давно с нами в движении студенческих отрядов? Первая моя целина происходила в 2014 году. Моим командиром был Мухаммед Галиев Нафис Рамисович. Он был, получается, заканчивал бакалавриат или первый курс магистратуры, могу ошибаться, Института фундаментальной медицины и биологии. То есть я поехал в первый раз первокурсником. И по, так скажем, завершению первой целины меня избрали в должности комиссара отряда. И, получается, две остальные целины я был как организатор. А поехали в строительный отряд? Да, строительный. Я обращался в СТО КФУ, мне просто дали ссылку на Нафиса, мне пришлось с ним самому сконтачиваться. То есть находить контакт, выходить. То есть никто такой координации, как сейчас, не вёл, да? Да, к сожалению, я такой координации не видел. Просто сказали, есть экстремальное направление. Я сказал, как мне записаться. И прошло две недели, ни словом, ни духом. И пришлось самому выходить. Но в итоге я не пожалел. А экстремальное направление откуда оказалось? Мы поехали на полуостров Ямал. Это заполярный круг. Белые мишки уходят, да? Белых медведей мы не встречали, но говорят, что там они есть. Я олени видел, зато северных. Видя нашу студентку, медведи, наверное, разбегаются. А что вы там, кстати, делали? Мы производили земельные работы. В основном это что мы делали? Там есть определенные земельные участки, на которых планировалось строительство, либо оно уже было произведено. И надо было их облагородить. Например, высушить землю. Потому что есть такое понятие, как... На определенной глубине есть замерзший грунт, вечная мерзлота. И когда становится теплее в июле месяце, этот верхний слой начинает таять. Естественно, влага идет вперед и превращается все в болото. Например, там были плавуны. То есть мы наступали на землю, и такие волны исходили от нас, как на воде. И нам надо было все это высушивать. Мы разделились наполовину. Я был как раз-таки в земельных работах. Другая часть отряда укладывала тротуарную плитку весом 50 килограмм. Ну, достаточно тяжелый труд. Ну, вот я к чему спросил и за ваш опыт стаж, и вот тех людей, кто вас сопровождал в этой деятельности. Есть возможность сравнить. Вот студенты сегодняшние и студенты несколькими годами ранее. Они стали более аморфны по отношению к возможности поработать в студенческих отрядах. Или активность как-то растет. Или каникулы по домам, под солнце и все. Я вас понял. Стоит отметить, что в 2016 году мы смогли привлечь больше младших курсов, нежели старших. И я думаю, это хорошая статистика. Например, в 2014 году было всего 4 человека первокурсника. Остальные уже были от третьего до четвертого курса. В 2015 году первокурсников тоже было мало. Порядка трех человек. Однако в 2016 году первые и вторые курсы значительно преобладали над старшими. Я думаю, это хорошая тенденция. Вот. Ну, то есть уже с первого курса пошла волна, да, того, что надо уметь учиться и зарабатывать. Да. Эти профессиональные навыки получать. И как вы думаете, в этом году как будет выглядеть пропорция между старшими и более младшими курсами? По статистике, которую мы ведем, младших курсов больше 50%. То есть именно первокурсников больше 50% привлекло, так скажем, наши условия и то, что мы предлагаем поработать непосредственно летом. Ну и в завершение на сегодня. Кто-то вас услышал, задумался, что ему дальше делать, куда обращаться, куда идти, где получить полную консультацию, пройти тот самый конкурс, о котором вы говорили, отбор? Все очень просто. Если вам проще зайти в Уникс, зайдите в 506 кабинет. Там есть наш куратор с департамента по молодежной политике Камалова Гульфина. Она вам подскажет, как с нами связаться, на какой сайт перейти. У нас есть собственный сайт в соцсетях vk.com, со, нижнее подчеркивание, кфу. И там вывешена вся информация, все контактные данные. Также мы развесили плакаты по большинству учебных заведений. Там тоже все контакты указаны. И приходите, конечно же, на наше агитационное собрание. Там мы поподробнее расскажем, ответим на все вопросы. Ну и кто-то задевался. Это уж совсем напоследок. Кто-то задевался, все это пропустил, ничего не видел, плакатов не читает, это родясь. И вдруг он в начале мая вспомнил, узнал, услышал, друзья рассказали. Вот он кинется к вам. У него есть шанс попасть? Конечно, есть. У него просто будут специальные задания. И это нормальная практика. Так, например, в прошлом году мне пришлось отбирать в отряд людей по нескольким волнам. То есть первая волна уже стартовала в конце февраля, вторая волна в конце апреля. И получается, майские были из третьей волны. И также ребята успешно прошли и были, так скажем, одобрены на целину. Целина – это, собственно, работа. Целина – это, да. Это наш третий трудовой семестр мы называем целиной. То время, когда мы садимся на поезд и уезжаем, до того времени, как мы возвращаемся обратно. Понятно. Ну, будем надеяться, что мы с вами еще сможем встречаться на гребне каждой из этих волн. До скорых встреч. Спасибо. Наверное, столь любимое в нашем народе 1 апреля диктовало и большим политикам соответствующее настроение. Они много шутили и говорили очень серьезные вещи, не без большого чувства юмора. Во всяком случае, сказанное в эти дни легко может попасть в медиатеку классики юмора. Словом, наступает время нашей традиционной рубрики «Цитаты недели». Начнем с Владимира Путина. Президент России в рамках дискуссии на арктическом форуме не без юмора ответил на ряд сложнейших вопросов. Таких, как, например, что касались мнимого влияния нашей страны на выборы в США, горячей психологии финских парней и готовности России помочь Исландии, лучше насыграющей футбол, с созданием своей армии. Смотрите, слушайте сами. Как мы строим уверенность от здесь, когда мы находимся в таком низком отношении интернета? Потому что мне кажется, что это сложно получить кооперацию на вопросы как в арктике, если в Америке, сегодня, даже как мы говорим, есть ли у нас сентября 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 для эффективности в последующей преседине. Я так и знал, что это не закончено. Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, сюда же на эту площадку переносились проблемы двухсторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, Джефф, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину. И это правильно. Когда-то Рейган, дискутируя по поводу, по-моему, налогов, обращаясь к американцам, сказал, читайте по губам. Нет. Если мы действительно чувствуем, что есть тенсии, то, что бы лучше, чем в Крым и Арктике, чтобы решить эти тенсии? Все остаются тенсии. Это нам говорят горячие финские парни. Надо прислушаться, надо прислушаться. Россия, greatest landmass on earth. Айцланд, a small island in the North Atlantic. We don't even have a military. We have a better soccer team, though. Sorry. Помочь. А вернувшийся с Арктического форума премьер-министр Дмитрий Медведев дал весьма ценный совет не только своему опоздавшему министру на заседание правительства, но и, думаю, всем, кто гораст опаздывать. Господа студенты, прислушайтесь. Кто не участвует в Арктическом форуме, большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся, поздно очень. Я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Да, будильник себе ставьте в разные места. Ну и, как мы обещали, финал наших шоу в ближайшее время будет наполнен мыслями наших иностранных студентов о городе и Казанском федеральном университете, о традициях и людях, с которыми они не без удовольствия познакомились, ступив на Казанскую землю для учебы в Казанском федеральном университете. Сегодня магистрантка Высшей школы журналистской медиакоммуникации КФУ из Китая о самом полюбившемся ей в исторической части Казани, в КФУ и о своих впечатлениях от местной кухни. Я на этом прощаюсь с вами ровно на неделю. А вы смотрите сами и наслаждайтесь впечатлениями наших коллег из Китая и учитесь гордиться тем, что окружает и что нам родное не меньше, чем они. Здравствуйте всем! Меня зовут Синбон. Приехала из Китая. Сейчас я учусь в Казанском федеральном университете. Как студентка-иностранка хочу вам показать мои самые любимые места нашего университета. Первое место – это, конечно, сковородка КФУ, на которой стоит папинник Ленину, студенту. Впервые слышала это слово «сковородка» и совсем не поняла. Потом узнала, из-за своей круглой формы получила в народе название «сковородка». А летом здесь становится очень жарко. Люди сидят как на сковородке. Просто сейчас здесь холодно. А дальше – это арка влюбленных. Современная достопримечательность город Казани, которая находится в парке Черное озеро. А в парке есть несколько входов. Главное – вот именно здесь. У этой арки необыкновенная акустика. Если два человека встанут по разные стороны арки, что-нибудь шепотом скажут друг другу, они будут отчетливо слышать каждое слово. Окружающим людям, даже если они будут толпиться вокруг, ничего не будет слышно. Влюбленные могут доверять друг другу в свои секреты, не боясь, что их кто-нибудь послушает. А это разговор для твоих шепотом. Где голос любимого человека доносится из узкого внутреннего жёлоба. Арки, если приложить к ним ухо. Китайцы очень любят вкусные еды. А я хочу поговорить о русской кухне. Треугольники, пляж, кистепы. Все эти блюда татарской национальной кухни известны практически каждому россиянину. В татарской национальной кухне выпечка занимает особое место. И часто мучные изделия с несладкой начинкой используются вместо второго блюда. Спасибо. Китайцы тоже любят выпечку. А какая разница между русскими и китайскими? По-моему, самое важное – это начинка. У нас никогда не бывает с начинкой картофель или сливочное. Это для нас ужасно. А у них это нормально. Это очень вкусно. Я ещё взяла интервью в моих турцей. А что они знают про КЗ? Давайте посмотрим. Я знаю, что здесь состоялась летняя универсиада. Ещё тут Казанский Кремль. Очень интересная достопримечательность. Про этот город я мало знаю, но я знаю, что это известный туристический город. Здесь экзотические здания. Мне очень интересно. Да-да, ещё наш китайский пловец Ниндзе Тао выиграл первую золотую медаль Китая на чемпионате мира по плаванию в Казани. Это второй год я живу в Казани. Мне очень нравится этот город. Он всегда так красивый, уютный. Надеюсь, больше китайцев узнать и влюбить в этом городе. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok